На Донбассе наблюдается обострение. Но что интересно, обострение совпало с замечательными в кавычках заявлениями господина Сороса. Сорос заявил, что на Украине решается судьба Евросоюза, что Украине необходимы деньги на войну. Сорос предложил выделить Украине 20 миллиардов долларов. Он сказал, что именно разовая сумма подобного масштаба только одна и может спасти Украину от краха. Что именно такая сумма нужна для разгрома так называемых российских наемников. Хотя мы знаем прекрасно, что само это слово носит совершенно идиотский пропагандистский характер. Что действительно народ Донбасса восстал против государственного переворота на Украине. И что он никакими наемниками российскими не является. Но суть не в этом. Одновременно началось наступление и одновременно прозвучало такое заявление. Я убежден, что это не случайность. Я убежден, что очевидно Порошенко опирается на те финансовые мировые круги, которые претендуют на мировое господство. Которые считают, что Россию немедленно нужно снести с карты мира. Немедленно взорвать ее границы. Выиграть войну на Донбассе. И под брюшье русского мира устроить новый потом фейерверк. Начал войну где-нибудь в Крыму или прямо уже в Москве. Через банды террористов. Сорос занимает именно такие крайние позиции. Сорос был одним из организаторов первого Майдана в Киеве. Сорос был один из главных организаторов второго Майдана. Он организовывает вообще цветные революции по всему миру. Известно, что он финансовый офицер Ротшильдов. Поэтому его слова – это не сотрясение воздуха. Поэтому его слова четко объясняют именно позицию Порошенко, который осмелился начать войну на Донбассе. Порошенко – торгаш, которого не интересуют никакие идеи. Ни русского мира, ни украинского мира. Он позиционирует себя щерим украинцем только по той простой причине, что это сейчас ему показалось выгодным. Еще примерно лет 14 назад он на Украине позиционировал себя прорусским политиком. И он был одним из организаторов партии регионов. Так вот теперь, очевидно, Сорос при попытке опереться на вот эти круги глобалистов, самых крайних, самых либеральных и самых революционных, он и начал это наступление. Это наступление, конечно, ударяет по политике Трампа, потому что Трампу будет сложнее замириться с Россией. Потому что какое бы ни было обострение, но мировые СМИ объявят всегда виновниками нас. Всегда виновной окажется Россия, окажется ополчение Новороссии. И таким образом Трампу будет сложнее действительно снимать с России санкции. Второй вопрос, конечно, что на Трампа возложены нами тоже излишне большие надежды. Ну, не нами, но многими русскими патриотами, которые считают, что Трамп действительно ведет линию на примирение. Ну, он во всяком случае ведет линию на нормализацию отношений. И этой нормализации будет состояться намного сложнее именно из-за того, что Порошенко нарушил перемирие, что Порошенко начал эту атаку на Новороссию. Давно действительно не было такого наступления. Очень печально и страшно, что гибнут люди. Но господину Вальцману на это наплевать. Потому что он не считает вообще людей за людей. Он считает только деньги. Таким он был в бизнесе, когда он убирал конкурентов. Таким он остался в политике. Только в неизмеримо больших масштабах, чем раньше. Поэтому единственная политика, которая могла бы принести мир, это победа над киевским режимом. Продолжение следует...